На Урале десятки сирот оказались заложниками жадности местного чиновника. Главу одного из районов Челябинской области заподозрили в махинациях с жильем для бывших воспитанников детских домов. В небольших коттеджах невыносимые условия. Печи неисправны, потолки текут, стены сыреют. Следователи выявили и другие криминальные эпизоды. Сергей Цуцкин разбирался в скандальной истории. Многодетная мать Ирина Юсупова в этом пластиковом тазу и стирает белье и купает детей. Её новая квартира – это комната площадью 20 квадратных метров, где нет ни ванны, ни кухни. А вместо системы отопления – плохо собранная кирпичная печь. Дом холодный, пол холодный, одеваемся как можем, тепло. Печка дымится, с потолка дождь идёт, с двери дует. Такие дома в селе Кунашак Челябинской области местные власти построили на деньги из федерального бюджета. Специально для детей-сирот, которым по достижении совершеннолетия полагается благоустроенная жилплощадь. Вселили порядка 20 человек и сказали, что выбора всё равно нет. Если ты сейчас откажешься, ты больше ничего не получишь, никакого жилого помещения тебе не будет. Новосёлы всё-таки обратились в прокуратуру. После первых же проверок выяснилось, за красивым фасадом скрыты самые дешёвые строительные материалы. Утепление и вентиляция вовсе отсутствуют. А пожарные установили, что практически всё здесь построено с нарушениями и жить в таких домах опасно. Несоответствие противопожарных разделок и отступок может привести к нагреванию строительной конструкции и к дальнейшему возникновению пожара, что может привести к гибели. Специалисты уверены, стоимость этих построек завышена как минимум на 4 миллиона рублей. В махинациях следователи обвиняют уже бывшего главу Кунашакского района Вадима Закирова. Его несколько месяцев назад арестовали по аналогичному делу. В прошлом году он выделил из районного бюджета на покупку здания для детского сада 19 миллионов рублей. Это в два раза больше его реальной стоимости. Это здание бывший глава района приобретал как трёхэтажное. Следователям так и не удалось найти здесь третьего этажа. К тому же выяснилось, что детский сад, построенный на болоте из материалов очень низкого качества, может рухнуть в любой момент. Во время допросов Вадим Закиров признался, что заключив эту сделку, он получил от застройщика взятку 2 миллиона рублей. Сразу после задержания вернул эти деньги в бюджет и надеялся, что чистосердечное признание поможет избежать ареста. Но следователи считают, что такую преступную схему бывший глава Кунашакского района применял повсеместно. Например, согласно материалам дела, он присвоил часть бюджетных денег при строительстве фельдшерского пункта в райцентре и газопровода в одной из районных деревьев. По расследованию ещё точка не поставлена. В отношении ряда лиц будут приниматься процессуальные решения. Не исключено, что появятся новые обвиняемые. О фирме, продавшей дома для детей-сирот с двукратной наценкой, заявляют, что они просто заключили удачную сделку. Всё закоптилось уже. Дом весь вверх поднимается вот так вот. Артур Фахрудинов, как и другие обманутые сироты, боится зимовать в этой квартире с неисправной печкой. Чтобы получить другое жильё, пригодное для жизни, придётся ждать судебного заседания, где помимо наказания виновных должна быть расторгнута сделка о приобретении некачественных квартир. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач, Уральское бюро Первого канала, Челябинская область.